Идея открытия английский детский садик появилась тогда, когда я увидела своего племянника, свободно владеющего двумя языками, и как он хорошо переключался с русского на английский. И настолько меня это поразило, подумала, о боже мой, он говорит, по-английски лучше, чем я. Я помню, что я прибежала с такими глазами к Рику и стала рассказывать, что у нас должно быть такое в Иркутске, давай сделаем. Я помню, что это была как мечта, потому что мы думали, ладно, мы это сделаем в будущем году, в будущем году. И у нас даже многие в Штуре не верили, что мы откроемся, что мы сделаем английский садик, но вот мы открылись. У нас сейчас все хорошо идет, хорошо дети начинают говорить на английский. Мы недавно ездили отдыхать в Индонезию и Дан. Мы увидели плоды знаний нашего ребенка, когда она общалась с официантками, например, знакомилась с ними, рассказывала, как ее зовут. Они находили общий язык, и большинство людей шокировало, что такая маленькая девочка может разговаривать на другом языке. Я очень плачусь. Тот запас слов, запас фраз, которые она знает, он для нее естественный уже становится. Вот это вообще интересно. То есть она прям вот в этом ориентируется спокойно. Прям это круто. Когда отработаешь с детьми, проведешь несколько уроков, и потом идешь и такой счастливый, что да, вот я сегодня, они действительно смеялись над моей шуткой, они такие классные. Они очень креативные, очень позитивные. Это, наверное, то, чего мне в советских наших садиках не хватало. Они действительно с ними на одной волне и сумели найти подход к детям. Я думаю, что в этом, в частности, исключается успех того, что дети так легко осваивают язык. Ради, say, go on the ground. Hello, hello, hello. What are they? Tomatoes. Do you like tomatoes? Yes! What vegetables do you like? Vegetables, tomatoes, and zucco. What is Delaware in today's? Sandals, swords, and cheese swords, and swords. What's your name? Сузи. What's your name? Dog. Dog. How are you today? I'm in it. How are you today, dog? Can you show me a dog? Yes. I like swimming. Really? Can you show how you swim, Сузи's ship? Okay. Yeah. So, look at the picture. Can you see any animals? Yes. What animals can you see here? Dog. What is dog doing? Eating. What is the cat doing? Сиди ног зачем? Кто-нибудь, деви, задержался, обязательно найдется кто-нибудь, кто поможет воспитателю, и потом скажет, go on the cats. Поскольку наш детский сад, в принципе, необычные занятия, конечно же, у нас тоже необычные. У нас дети практически не сидят на месте, и тем более за столами только, когда надо что-нибудь написать или какой-нибудь хендмейд мы с ними делаем. Обычно это все в какой-то игре это... What is it? Fairly! Show me a fairway! Поскольку мы начали говорить с ними на английском сразу же, поэтому сейчас мы имеем такие результаты, которые мы имеем. То есть дети говорят предложениями, они уже практически не миксуют, не вставляют какие-то отдельные английские слова, они стараются. То есть это не совсем драматически верные предложения, но они пытаются. И этот интерес к языку, он уже дорогого стоит. Поэтому очень важно не упустить момент и привести именно маленького ребенка, когда только из-за рождения собственной речи начинается, когда вот только он начинает говорить первые слова, тогда и хорошо будет второй язык, потому что они идут параллельно с другими. И дети, мне кажется, они порой даже не понимают, что это урок. Для них это просто игра. Они играют, и они не осознают даже, что в этой игре они учатся и узнают что-то новое. Это такое наслаждение, находиться с детьми, находиться постоянно в этом потоке счастья, энергии. И дети, мне кажется, это ощущают, поэтому они считают, что где-то там, со стеной детского садика, у нас есть работа, где нас не кормят. Поэтому мы едим в детском саду тоже. Хорошо, поздравляю. Ребятишки делают общий подарок. Вот этот на каждом цветочке там роспись ребенка или там что-то кто-то разукрашивает. Это так здорово быть, частью чего-то развития, частью чего-то становления личности. Это прекрасное чувство. Сейчас мы уже планируем приехать в свой собственный дом, где будет такое магическое царство, много веселья, счастья, детскости, где будет создано все для детей. Будет и собственная площадка, и спортивный зал, и хорошие пространные комнаты, и даже вот такое магическое место, что мы там будем с ребятишками садить, что-то на грядках, в теплице. В общем, все для детей. Мы хотим создать такое, чтобы детям было как можно уютнее, интереснее познавать этот мир. Сейчас ведутся подготовительные работы, мы очень много всего делаем, потому что нам нужно открыться уже в ближайшее время, и сейчас просто мы трудимся, не покладая руку. Дети, в первую очередь, для меня это искренность, искренность их слов, поступков, веселья. Приходишь в детский сад, и ты постоянно ощущаешь позитив, это энергетику, и это, наверное, самое лучшее чувство, которое уже может быть. Ну и, наверное, это все-таки еще шанс побыть ребенком. Вы не представляете просто этого ощущения, когда ты заходишь в детский сад, и навстречу тебе бегут 10 маленьких таких человечков, они бегут и обнимают тебя. Это такое ничем не описуемое ощущение, когда они целуют тебя, здороваются с тобой, и ты просто понимаешь, что ты нужен этим детям, и что ты можешь что-то сделать для них. Это очень просто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok.